так какие мы еще точки прожимали вот их таким крышечками рисую вот здесь большая точка если от середины бедра уйти вниз вот ровно по центру да но . немножко выше на расстоянии сигаретной пачки вот так и . внутренняя здесь тоже прямо по включается по середине да здесь мы проходили триггер на . вот и места соотчленения да вот они все тут тут многое даже перечислять нет смысла вот тут где соприкасаются мышцы сухожилия переходят в гребень подвздошной кости но вышел уже сам гребень знаете вы же бессмысленно нажать надо не живут на сами точки вот эти вот точки я вам говорил соединение . переход крестца в копчик вот здесь вот эти вот точки так триггер на точке еще находится вот здесь их можно помнить мяч лопатку прожимали когда рука лежала нет под лобом да все правильно можно получить другую сторону другую другую сторону нет давай лобом углом на голову на руки так мы прожимали точки вот здесь ямка то помните находится по центру потом вдоль всей лопатки шли получается под углом не шли вот по вот этой поверните лопатки да у нас только рука лежала по-другому рука была покажу получается мы попадали как раз вот на уголке этих лопаток тут у лопатки идет хрящик вот как раз мы на этот хрящик нажимали так под голову теперь у нас были точки я учу их покажу вот по центру вот этого на лице ладно не буду рисовать просто покажу вот вокруг уха у нас были точки до на виске были точки перед посему уху да и вот на вот это вот от козелка ухо ниже вот тут он буквально рядышком вот три вот эти точки шли точки шли по черепу тоже не буду рисовать просто вспоминайте да и точки шли по вот этим местам где пара что волос да пожалуйста у меня чуть выше чуть уже где ска видно отростки соединяются с черепом приходит уже в кость тоже их очень важно массировать и и расслаблять потому что часто бывают головные боли знаете от чего потому что все мышцы заканчиваются сухожилием как вы знаете да вот от этих мышц идет такой сухожилийный шлем вокруг всего черепа и он если стянув да он переживает кости черепа после черепа они на самом деле тоже немножко подвижны и у достаточно движения на несколько микрон дело в том что там есть ликвар ликварная жидкость да собственно говоря позвоночный столб позвоночный мозг и головной мозг они упали в этой жидкости и легкая даже на несколько микрон изменение давления в этой жидкости да она влияет на то что у нас появляются либо там бессонность либо хроническая усталость не будет ломит щемет головные боли мигрени зависимости от погоды это метеозависимость мы от магнитных бур и так далее это вот все от этого поэтому нам важно все постоянно растягивать и постоянно расслабляться а наша жизнь все делает наоборот у человека стресс и человек где-то мы разозлился у него вот в кафе основа одна из причин грыжи это не то что он что-то тяжелый поднял а то что он сильно разозлился у него мышцы сковались и сжали позвонки так что пережимается вот этот диск межпозвоночный да и начинается выдавливаться пока человек ходит не обращается к массажистам не обращается не на йогу и на медитацию никуда не ходит у него пока не разрушится полностью поэтому своим клиентам срочно говорите что вам все это нужно без этого вы но массаж прежде всего профилактика да то есть вы массажем обезопасите себя в будущем от многих 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 заболеваний которые уже хронические которые люди тратят много денег на пенсии у них там суставы начнем болезнь до спина боли чтобы себя как-то обезболить обезболить уже нет смысла потому что первая причина была заложена в молодость сюда пока человек работает потому стресса на работе получает и так далее вот а теперь давайте это все зафиксируем я просто потому что предупреждаете клиента до что ему нужно как-нибудь сфотографируем так чтобы было видно отсюда и отсюда могут даже фотографируйте точки да может и сейчас подожди попробовать нет там плохо видеть ноги тебя идет фотографировать так видеозапись можно отключить так видеозапись